Я не китаец! Это просто... Нет, прям... Меня вывесило! Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья. Этот месяц, февраль, прошел супербыстро, а это значит, что сегодня у нас новая серия Моменты в жизни Я поняла по предыдущему ролику за январь, что вам понравилось преобразованный такой формат, особенно моей маме. Доча, привет! Твоё видео новое смотрела, ржала до слёз. Молодцы все девчонки, красавицы! А то у нас вообще выше всех похвал, молодец! И кто первый раз на моём канале не понимает, что такое Моменты в жизни, это такой лайфстайл-формат. Я за весь месяц снимаю всякие вещи, что со мной происходит, мои мысли, что я делаю. В общем, всё! My life! My really life! И потом, в конечном итоге, в один большой выпуск это всё выходит. Ну, короче, всё, хорош болтать! Приятного тебе просмотра! Бери что-нибудь там похрумкать, пожевать и погнали смотреть! Моменты в жизни И этот февраль начался с того, что я пошла на акцию раздельный сбор, чтобы сдать театропак, которые я накопила за три месяца. У вас, наверное, может возникнуть вопрос, что такое раздельный сбор, Дарь? Это такое экологическое движение, которое сделали активисты. Оно проходит в Питере, в Москве, сейчас я знала, что в Череповце и Великом Новгороде. Суть этого движения в том, что раз в месяц, это первого суббота каждого месяца, есть такие точки по всему городу, у них есть даже на карте всё это прописано, куда вы можете сдать своё вторсырьё. Ну, конечно, всё определённо. То есть, от каждой точки зависит, что принимают. Эти ребята добиваются того, что такие баки для раздельного сбора были в каждом дворе. То есть, вы можете тоже им посодействовать, приходить на их акции, про них рассказывать, поступать на фестивалях, различных мероприятиях, рассказывать, как важно перерабатывать и сокращать потребление. Но если вас заинтересовало, и вы живёте в одном из городов, где проходит это движение, то вы можете почитать по ссылке в описании. Это, если что, не реклама, экологию, и спасать природу надо все вместе, поэтому обязательно почитай, что я написала вам на ссылку. Давай рассказывай о нашем сегодняшний день. Всё началось с того, что Юля не захотела сидеть дома, и ей нужны были какие-то приключения. В итоге мы начали смотреть выставки, но так как они работают очень недолго, а время уже было пятый час, мы решили каким-то образом пойти в кино. Мы долго думали, на какое кино идти. Что там Саша нам предложил, что у него же скидка есть? КОРО. Мы нашли в итоге, какой фильм и пойдём. Сеанс был в 7.30. Время уже было шестой час, мы сидели дома. Он нам распечатал скидку, говорит, вот, всё, идите уже, уходите из дома. Ну, мы поехали. Мне почему-то показалось, что это Балтийская... Станция метро. Ну, мы в итоге бежим, бежим, уже время поджимая. Думаю, ну всё, вот прям ровен в 7.30. Мы подходим, всё нормально, всё отлично. Мы выходим на станцию метро Балтийская и понимаем, что это, по-моему, не та станция метро. Мы начинаем гуглить, и оказывается, что это... Какая? Обводный канал. Короче, мы почему-то думали, что это Балтийская станция метро. В итоге мы едем уже время 7.30. Мы думаем, всё, не успеем, всё, пипец. А на остальные фильмы скидка не действует, и они будут как бы дороже. Думаем, ну ладно, в принципе, сейчас быстренько пересянем, всё отлично, может быть, успеем, там реклама же всё равно идёт. В итоге мы без 15, мы на 15 минут опоздали, думаем, ну ничего страшного. А мы приехали, начали переживать, начали выбирать фильм, на который, наверное, всё-таки пойдём. В итоге мы ничего не выбрали. Думаем, ладно, всё, пойдём. На этот рекламу прошло, типа, много не пропустили, ничего страшного, нормально. Начинаем бивать скидку, она не действует. Позвали этих работников, они тоже пытаются, ничего не получается. Ну, надо вручную вводить, а там вот эти нулей дофига. Там очень много, да, цифр. И он такой говорит нам, сколько нулей? Ну, никто не понимает считать, чё, типа, считать. Я не могу считать, я говорю, я не умею считать. Мы такие, ладно, без скидки, всё, типа, ну, вообще, крайний случай, да, без скидки, да, ещё и с опозданием. Смотрим места, а там осталось свободных, ну, типа, один, два, где-нибудь здесь одно, там одно, тут. И на первом ряду, ряду же, да? Да, 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 первый ряд тоже. Первый ряд, вот просто вот так вот, два места рядом. А я никогда, что, извините, перебью, я никогда не любила сходить в кинотеатр на первый ряд, потому что вот так вот сидишь, и тебе неудобно. А оказалось, это правда, между прочим, я уже под конец вот так вот вижу. Ну, я тоже, я... Ну, вот, мы, короче, пришли, мы сначала переживали, что мы многое пропустили, потому что там начали имена какие-то... Да, я думаю, всё, пипец. Историю, что-то я такая, а-а-а... А потом мы, когда увидели, что некоторые люди тоже идут уже после нас, мы такие, ну, нормально. Ну, как тебе фильм? Мы ходили на фильм «Достать ножи». Это детектив комедии, но, в принципе, фильм неплохой, мы немного пропустили за 15 минут, пока мы покупали эти билеты, без скидки, между прочим. Фильм хороший, смешной, мне прям понравился. Ну, неплохой, хороший фильм, если была бы скидка, была бы лучше. Короче-таки, мы увидели, что там есть мак. Думаю, всё, а после фильма пойдём в мак, купим мой любимый апельсиновый сок. Ну вот, сидим в маке, едим, пьём мой любимый сок. Подходит уже... Время, 10-й час, напомню. Подходит ко всем охране, говорит, что вот через 10 минут закрывается ТЦ Лигов. Короче, сидят двое мужчин, очень неприлично себя ведут, выпивают вино... Ой, виногрю. Пиво, астану, скажи. А там есть кафешка такая, типа азиатской кухни, и там работает, ну, как бы, соответственно, азиат. Соответствующая кухня, всё верно, да. Всё нормально. Он начинает, ну, он уже уходит с работы домой, и тут эти двое начинают, типа, взрывать, там вот это, оскорбляет, вот это всё матом покрывать, всё очень некрасиво. И тут начинают, ну, прибегают, говорят, ты чё? Ты чё это мне сказал? Я не китаец. Я азиат, я не китаец. Ты мне сказал, давай разбираться. И тут же подбегает пулей. Охранник такой, через 3 минуты закрывается ТЦ на улице, разбирайтесь. Вот так вот сегодняшний наш день, 1 февраля, и прошёл. А завтра мы, между прочим, отправляемся на выставку, выставку какой-то там конфетной обёртки. Нет, конфетку съел, фантик остался, называется. Вот, в общем, как всегда, скажем свои впечатления, оставим отзыв, потому что мы помним, что раз в неделю на выходных мы ходим на различные фестивали, фото-выставки, неважно что, культурно просвещаемся по-петербургски. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на или инстаграм. Моменты жизни. Так вот спокойно идёте, а там на машине корабль. Или? Красота, блин, нет, правда, очень красиво, ты посмотри. Это кафе на Абан. Они мне за рекламу платили, по ним пошли. Поздравляю, вы единственные, кто пришёл. Мы куда пришли сегодня смотреть? Конфетку съел, фантик остался. А, объясни, что там? А, ну, это обёртки, конфет, фантик. Смотрите, обёртки, конфет 19-го века. Я считаю, что это правда красота. Красота неимоверная. Это вот мы, это вот птичка. Птичка летит домой. Итак, давай посмотрим свои впечатления о данной выставке, на которой мы сейчас походим. Очень странно, потому что мы пришли на выставку конфет, фантиков, и в итоге попали на экскурсию дома в печати. Ленина. Ну, правда. Возди печати. Возди печати, правда. Попали ещё на какую-то выставку. В итоге пошли все киноконфеты, мне конфеты не очень понравились. Не очень? Почему? Ну, там типа слишком мало, и ничего не рассказывали. Я такая, что на фантике посмотреть в интернете можно. И там очень много было не оригиналов. А, так прикольно, очень красиво. Антураж прикольный. Мы ходили по подъездам. Фантик клёвый, мне понравилось. Понравилось. Сколько ставишь? Ну, я ставлю 9 из 10. 9 из 10? Сама говоришь, тебе понравилась выставка, которая сама ставишь? Нет, мне не понравилось самого то, что там очень мало оригиналов, и то, что там не рассказывают. Ну, между прочим, что? Генческий сработал? Да. Даже мой сегодня сработал. Отработал своё молодец. Поэтому, ребята, если вы студенты, обязательно ходите по льготному билету. У меня уже возникли первые проблемы. Я никогда не снимала так много материала. Всё в один ролик. Я сейчас монтирую моменты жизни за январь, которые уже вышли. Вы можете посмотреть их сейчас по ссылке. И я решила поверить в себя и сделать сегодня за пару дней такое огромное количество материала. Но не тут-то было. Оказалось, что настолько его много. Его надо всего отсмотреть, посмотреть, подать и всё сделать. Это как-то украсить. Так, щух, там, подписи, надписи, цветокоррекция. Что мой ноутбук немножко не выдерживает такого масштаба. Что мне приходится делать как бы пререндер, чтобы всё прочитать. Потому что он не может это прочитать. На данный момент, когда я записываю это видео, у меня выходит на 45 минут. Это очень много для канала. Серьёзно. Это прям как целая серия какого-то сериала. Поэтому я хочу всё совместить как-то максимум в минут 30. Что это пока очень сложно получается. Поэтому я решила, что эти моменты жизни за февраль я буду монтировать по кусочкам. То есть разделён на декады. Это же правильно называется, когда по 10 дней. Поэтому, ребята, кто верит в себя и всегда думает, что в последний момент всё это сделает. Это маловероятно. В общем, такие трудности возникли. Я смонтировала первый выпуск за январь. И мне прилетела авторская оправа. Но, в принципе, я это ожидала. И чтобы у меня была монетизация на ролике, я решила эту песню записать самостоятельно своим чудесным голосом. Я английский слов вообще тут не понимаю и не знаю тем более вообще этот английский. Поэтому я решила как бы на слух есть оригинал, будучи с жалкой пародией. Готовы? Вы на стене, ага, а я попади. Вы на стене, ага, вы на стене, 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 вы на стене. Так, дай быстро рассказывать, что ты делаешь ты тут. Короче, я заказала свет, ну типа для телефона. Чтобы быть супертиктофершей. Ты что, вспышка? Да, вспышка, вспышка, да. Вот, заказала. Мне он очень долго не приходил, это было еще до Нового года, но я такая, ну а что? Возвращай деньги. Открой спор. Нет товара, за что деньги? Он мне начинает там типа, да подожди, не порт качество нашего магазина, давай подождем, может там еще что-то. Я ему на английском говорю, no, no. Money, money, cash, cash. Ну типа, no, типа, light, no, этот, типа, рейтинг, но рейтинг. Ну в итоге он не вернулся деньги. Ой, ну девочки, ну это все, блин, ну я считаю, что, ну, скловато, не сравните с моей... Ну ты сравнила за 4 и за 200. Да у тебя ноль вышло, тебе же вернули деньги. И дайджест, какое слово умное, сегодняшнего дня, что же я успела все-таки сделать за сегодня. Тавтология, я знаю. Я сегодня наконец-таки сходила с Бирбанкой, заказала карту петербуржца, чтобы еще быть больше питерской чекулей. Также оплатила учебу свою. Блин, это капец, как сложно. Я стояла, такая, о мой бог, нужно сделать правильные цифры, чтобы у меня все оплатило, все дошло. Я такая, я стояла с консультантом, знаете, как консультанта звали? Вот не догадаетесь. Александр, мне почему-то всегда везет на Александров. А самое главное, за сегодня я купила конфеты по скидке паркур за 19 рублей 100 грамм. Я считаю, что это самая моя выгодная покупка за сегодня. Моменты в жизни. Да не икрова! Так, это, короче, мы едим чак-чак. Давай, не слушаем великолепную песню. Хотят на ритме, на на смысл кончайте, кончайте. Я очень не знаю. Ты представляешь, что она в Петро, это без следствия. Стоит еще такая. Кончайте. Моменты в жизни. Ой, короче, ребята, мы вышли наконец-то с Марией Петровной в свет в прямом смысле. Ой, ну, Мария Петровна, тебя что перевели в другой мак? На ландышской. На ландышской. Ой, девочки, припевочки. Вы знаете, куда пошли с Марией Петровной? Я же начала делать маникюрчик. Вот я загорелась с Марией Петровной. Говорю, вот еще я накуплю эти рисунки для ногтей. И вот сейчас мы пошли... Как этот магазин называется? Хамелеон покупает еще новые лаки, чтобы была еще более грациозно и неотразимо. Да, Маш? Мария Петровна, у меня полностью... На грациозно и неотразимо. Ну, скажи, что случилось? Так, у меня с шести утра, как обычно, уже на протяжении трех месяцев орет бутильник. Приходит Даша, вот это открыт. Ну, кому у меня зелено? Я говорю, ну, у меня. А чего шесть утра? Ну, просто взяла, выключила. И вот это она потом пошла на кухню. А, она ко мне пришла, как? Ты видел на улице зима? Нет, реально. И что, что-то мне говорит, что я, да, мешаю? Ладно, ладно, это бы ничего, хорошо. С утра, ну, типа, ну, как бы, было да прошло, как бы говорится, да? Я пошла на работу, я сижу, я хочу в МАК. Я хочу кушать. Я хочу, думаю, сейчас на работу, типа, я, ну, под конец дня напишу, пойдемте себе в МАК. И что ты думаешь, я захожу, пока они уже пишут, мы пришли в МАК, сходили, было вкусно? Меня начало это бомбить, я думаю, все, я ничего не хочу, я хочу просто спать. Я хочу спать и все, больше я ничего от этой жизни не хочу, понимаете, да? Сейчас и ты как упадешь. Я просто на меня хочу, руку сегодня попала. Она, она еще мне говорит. Она говорит, ты просто в это, знаешь, тебя все еще не взвестили, тебя кто-то обидел. Это ты яд, ты в обидел. Да, ты свой яд на меня воплеск, потому что тебя кто-то не работал. Но у меня сегодня на работе все прекрасно прошло. Одна женщина только до меня докопалась, 10 минут говорила, а остальное все прекрасно, все идеально. Я же думала, неужели такие дни хорошие бывают? Нет, бля, надо под конец свои сортить. Моменты в жизни. Юлия, день второй, наш обид. Мир, труд, жвачка. Давай, давай, давай. Ты должна везде это проживать. Конечно. Да, это наше реалити-шоу момента жизни. Давай. Ну и что? Да ничего себе, наверное. Все, мы дружим? Даже я не делаю такие штуки. А что ты делаешь? Купсишься? Я просто разговариваю. Знаешь, я что-то вспомнила. Вот я с утра прям сегодня стою и думаю, ты мне говорила, что мы хотели без тебя в МАК. А то, что ты, Саша, ходила без меня в МАК, нормально было. Даже ты хочешь вчерашний вечер. Нет, это меня дошло. Я целый день думала о нем. Это шок-контент. Сегодня мы идем куда, во-первых? В Эрмитаж. В Эрмитаж. И второй с нами идет Мария Петровна, ради которой все это делают и делают. Мы боимся сейчас, что там будет много очередины. Да? А что мы будем делать, если очередина? Стоять в очерединах. Ну, это первая проблема. И вторая проблема, что мы же на заочном учимся, а там же как бы студенческие. Мы вот боимся, что вдруг по студенческому мы не пройдем и все. Кота под хвост очередина. В общем, прикол, мы пришли, куда мы, на Дворцовую площадь, и тут, видимо, у человека день рождения, он снимает в халате, там что-то в тапке, 28 лет, шампанским разбрызгивается, у Юлии там уже инфаркт, миокарда. Прикинь, это Санта Стефану какой-нибудь... Это не Санта Стефану. Нет, это Боска. Боска? Да. Он просто пролил половину Боска. Какой ужас ужасный. Ну все, все. Он такой, блин, у него еще такие тапочки маленькие, блядь. Ну-ка, ну-ка, и что там по очереди-то в итоге? Ну, небольшая. Ну, это разве очередь вот так. Еще, ребята, вот сегодня, мне кажется, что сегодня наш день. У нас, короче, продать вот как-то отчитывалось прям, как, типа, я такая, чего показала, а такая, как разверните, покажи через стекло, опять. Короче, все очень быстро прошло, у кого заочка, ничего не переживайте, все хорошо, вы пройдете бесплатно. О том, что вам пришлось платить 400 рублей, а оно вам не надо. У нас возникла проблема, что мы не знаем, куда идти. Я не знаю, что там пишут. Может, это если мы вот так? Точно, я поняла, Маша, я поняла. Что, как надо делать? Короче, вот это фиолетово, это вон та дверь, та картины, это фиолетово. Это русская культура. Давайте русскую культуру. Еще мне сервировку достала, смотрите, я еще дома не могу сервировать. Девочки, мы такие, вообще, культурно, просвещенские, картины. Это я ночью, ты что, будильник не выключила? В общем, я рассказываю, у нас появился план. Пока бесплатно, мы можем за 5 лет сходить. За 5 лет сходить. Короче, сегодня мы обходим полностью русскую культуру. Если время желаний и нервы останутся, то, может, что-нибудь еще. Ну, может, потом пройдем просто заново по интерьерам. Ну, блин, ну, это ложки, Юля, смотри, твои. Все, все дальше у нас в выпуске по турокам. Мы просто сегодня, знаешь, смотрим не на картины, не на выставки, а вот куда идти. В общем, мы нашли холодильник для длина и Юля с обозором. Они все написаны на длину? Да, натураль, все оригинальное. Сколько трех. Юля, как ты думаешь, сколько там поместится? 2005. Моменты в жизни. Маша, подожди. Я ходил в зал Египта. Давай, рассказывай. Мы взяли такую штуку, путеводитель, и решили, что мы будем ходить в разновой непонятно куда. Вы хотите все сразу посмотреть? Все, посмотреть постепенно? Да, постепенно. Мы сегодня посмотрели русскую культуру. Там же все. А где там Египта? На первом этаже. Где он? Там Тутанхамон, говорят. Тутанхамон прям лежит такой и ждет Александра. Когда же он придет. Где Саша? Там одна комната древнего Египта. Серьезно? Один зал вон. Один тут. Тутанхамон там лежит. Один тутанхамон стоит и все. Из Александра ждет. Так вот еще Египет дур. Вот один Египет, а тут другой оранжевый. Этоанхамон там один. Это Ближний Восток. Это что? О мой Бог, тут реванер лес. Казахсана, которая была в Париже. Ну давай, рассказывай, как дела, как в Париже дела? Я была не только в Париже. Казахсана поела? А, конечно. Торзельники поела? Торзельники Фраги, да. Да, молодец. Они божественные, боже, я просто не представляю. Ну все-таки Париж, но я попала на две забастовки. В Фраге, связанная с отменой премьер-министра. И в Париже против пенсионной реформы. Вот, поэтому, короче, я была в гетто. Да. Прям в гетто? Я была в гетто, там не работал общественный транспорт, и поэтому весь Париж нам пришлось обойти пешком. И как? 22 километра. В принципе, неплохо. Очень красиво, безумно вкусное вино. Безумно вкусный, там, не знаю, вся выпечка очень крутая. Что есть в Париже, чего нет? Да, да, да. Эстетика. Эстетика? Да, наверное, так. Потому что тут, когда ты приезжаешь, видишь людей, которые, вот, типа, это вот чисто питерский стиль. Типа, там, не знаю, питерский бомж. Вот. А туда ты приезжаешь, и есть ощущение того, что они, как бы, одеты по вкусу. Типа, не очень дорого, но очень модно. Вот, у них все там с иголочки. В принципе, красота на улице. Там очень чисто и очень зелено. И зелено. Молодец. И зелено. Не зря. А в Казахстан-то я ездила свою любимую? Конечно. Я сначала туда улетела. У меня для седых волос прибавилось. А что случилось? Да я не получила тут визу. А у меня оставалась неделя до отлета. За пять дней я получила визу. Вот. Вот Казахстан страна чудес. Представляете, что этот человек раньше работал на Кринписе, защищал экологию. Что вы понимаете, из стеклотары она выливает в одноразовый стакан для кофе, который нельзя переработать. Между прочим, Катя, не буду все лучше вообще. На самом деле, тебе правда я не скажу. Я заберу его и буду использовать как подставку для карандашей. Многоразово использую. У тебя, наверное, один карандаш. Нет, я же куда-то, что окончила. А ты что? У меня стукки с точек валяются. Я же бартеры веду. Уже две месяца бартеры веду. В общем, очередные приключения с хомиком. Вчера Саша поставил их в этот шкаф, потому что должен попить и хозяин. Он же не знает, что у нас целая рама этих хомиков. И вот у него лежали там джинсы. И наутро там огромный... Саша, покажи, что за дырки. Нет, не покажи. Нет, ну покажи. В общем, сейчас он сидит и пытается это как-то зашить. Зашить. Но у него что-то очень плохо плохо. Вот, вот, смотрите. Это все прогрызла одна луна. А что-то нагонял на моего Джорджика. Счастливое лицо, владатор их хомиков. Короче, сегодня у нас выходные. И все мы сегодня дома. Сейчас Саша что-то монтирует. Я смотрю влог. Только что выпустила разбор. И сейчас Саша сидит в ТикТоке. А прикол в том, что все ТикТоке, которые он показывает, ржет, я уже видел там два дня назад, три дня назад. И он пошел показывать это Юле. А Юля, и ты уже тоже видел три дня назад. Ой, Саша, это вы знаете, есть мама, которая типа мемы там все так... Че это за мемы? Да уже все. Мемы, мемчики. Ты любишь смотреть мемчики? Да. Вон мем, где, вон мемы. Вон, видишь? Два мема. Капец. Что бы вы понимали, насколько, насколько они прогрызли. Это все луна, вот, раз дырка, два с дырка. Капец. Саша, ты такой модный. Мода. Мода в Fashion Week. Опять моменты жизни. Я уже устала лежать на 20, чтобы пока не соберутся. Ну, продемонстрируй красоту, свою изысканность, когда ты идешь... О, этот. Ешь в ТикТоке, когда вот ногой вот так вот елозят? Давай. Когда идешь? О, смотри. Куда идешь? Куда идешь, в театр идешь? Куда идешь? Человек накрасилась. Ты знаешь, что за постановка? По черной стрелке. Ну, там написано, что там надо думать и воображать. А ты сможешь это сделать? Ну, вот и узнаем. Вот сейчас, чтобы все видели, что ты иной, что ты не хочешь идти со мной в фамилию. Давай, честные твои глаза, покажи нам. Что ты цокаешь? Да тут ты далеко, Мария! Мария Петровна, лентяй-ка ты! Кому такой этот нужен сотрудник, который ленится? У меня еще никто не взял на работу. Вот именно, потому что ауры свои в этот ленивый. А ты что орешь, как ты, блин, во дворе эхом отдает? Вот на самом деле, знаешь, что, Мария Петровна, вот сколько было у тебя речи, а толку-то толку, мы ничего не нашли. Футболку мне не нашли, штаны мне не нашли, хотя штаны мне и так не нужны были, но в принципе, ты себе штаны и нашла. Бандану, которую косынка, не нашли, ничего мы не нашли, а зато ты больше бухтела. В общем, у меня проблемы, я боюсь эскалаторы, вот прям серьезно, я когда наверх подниматься нормально, да, шарик тебе надо с твоим гастритом, когда я как бы поднимаюсь нормально, а вот когда спускаться, все, у меня вот такой вот мандраж, я вот так вот стою, а если бы ты впервые меня уехал, все, я стою, такая, сейчас я могу развернуться, вообще что-нибудь делать. И сейчас чудесная женщина подошла вот так вот под руку взяла, Мария Патрунов, продемонстрируем, вот так вот, вам помочь, и она мне помогла, вот видите. Нет, смотри, а почему, погоди, я сварила этот суп, а вы не едите, почему? Ну, не обязана, а зачем я его тогда варила? А мы тебя просили его варить? Ну, давай я вообще варить не буду его, а у меня не вкусно. Не, я просто не понимаю, вот я сварила этот суп. И чё? Я сколько раз, мы его не доедаем и его варим. Ну, хорошо, но если Саше не понравился этот суп, Маша не ест суп, я в принципе дома сейчас чё-то, чё-то там крепкое такое прям, чтобы наесть и не ем. Чё сказал? Я всё сказала. Я сделала выводы, всё с вами ясно, суп, пошла я. Я пошла и кокетку положила. Я. Не, ну, пипер, мне суп едят. Я уже с мамой пообщалась, говорю, может, проблема во мне, может, я неправильно уговорю, всё правильно, всё дело правильно, всё дело правильно, всё дело правильно. А вы не ездите суп. МОМЕНТЫ ЖИЗНЕ Короче, я прихожу, подхожу к двери, и там стоит этот этот сомелье, как их там называют. Дверь открывать. Дверь открывать. Я такая... Ну, ты только с ноги, да, с ней приезжаешь. Я такая, а чё делать? Там, короче, у каждого яруса свой гардероб. Типа, вот у вас первый ярус, типа, вот такой гардероб вам налево, и туда, и туда, я такая, понимая, с ней, говорит, да, дальше вам туда, вам вообще туда. Я такая, заколебалась уже ходить, короче. Всё было бы ничего, если бы мне не пришлось вот так постоянно сидеть, а ещё передо мной тётка сидит, и она постоянно... Ты знала вообще, на какой меня спектакль это... Отправляли, да? Маскарад, что да? Так это был Маскарад? Реально очень хороший, как бы, играют все прекрасно. Типа, вот она меня только что умоляла, что не хочет умирать, теперь я не хочу умирать, типа, я ей должна было верить, там, что-то Богу ругают. Она постоянно, когда Бога упоминает, они поворачиваются в эту сторону, а там как раз-таки я сижу. Девочки, мы сейчас, смотри, Петровна, сходили на рынок, купили орехов, купили... Чё мы купили, я забыла уже. Чурчхелы взяли. Там женщина такая приятная на этом рынке. Сушеные бананы, там сушёности, там это самое, там ПП, все дела. А ещё сейчас сходили Вольчика. Ну, мы хотя планировали, что, пойти в мат вечером? Ну, это пока... Ну, это же вечером, сейчас-то сейчас. Вот. А ещё я всё-таки забрала карту Петербургста. Мне ещё дали какую-то бесплатную там на ОК месяц фильмы смотреть, да? Юля, наверное, будет так рада, она говорила, вот это я забыла, как бы, не хочу по-нищенски смотреть фильмы, скачивать их. Поэтому теперь мы как мажор живём с карты Петербургста. Вот сейчас приду домой, попью чай, вообще так хорошо. Мария Петровна, ты счастлива вообще? Да, конечно. Я счастлива за тебя, да. Спасибо большое, что ты можешь разделить моё счастье, Мария Петровна. Почему сейчас идём с Мария Петровна домой и заметили вот это в мире животных? Нет, не на собаку, смотрите, которая ходит в туалет, а школьники идут подворотами. Пипец, Мария Петровна, я бы мама уже прибила за это. Как можно идти вот с такими подворотами, типа, без колготок? Ну, я как бы тоже без колготок. У меня носки, извините меня. Извини, у тебя. Ты дома ржуешь? Не, а что вы ржуете? Нормальная фотография на карте. Нормальная фотография. Ещё цена бывает, что в церкви. Ты ещё на карте смотришь, у неё зеркало. Короче, история там, это просто что-то нечто. Блядь! Даже просто. В общем, мы заказали в Олесе еду. Там была какая-то сегодня акция, там пицца, роллы, там неопределённое количество. Мы заказали, минут 30 ждём, заказ, типа, не оформляется. Мы позвонили, они такие, мы не можем сегодня вам оформить заказ. В общем, и этот... Извините, мы заказ не привезём. Мы такие, ну ладно, окей, хорошо. Заказали в другом месте, ждём, ждём. Заказа нет. Приезжает Олес. Мы такие, а мы это заказывали? Мы такие, прикинь, сейчас... Закрыть дверь хотя бы. Мы такие, прикинь, сейчас ещё одна доставка приезжёт. И нам привезли доставку ещё одну. И там у нас две доставки, мы заплатили за одну. И тут та, которая дешевле. И та, которая дешевле. Вообще. Я не понимаю, посмотри на это. Я не понимаю, в чём прикол. И в общем, сейчас у нас... Мы заплатили за одну доставку, нам прислали две разные. И что вы понимали, здесь сколько пить? Семь биц? Это сколько? Это на неделю. Это... Не надо приготовить суп. Что вы понимали, мы заплатили за всё это сколько? Нет, я не зарассказала. Короче, нам вышло это 1300 рублей. Если считать всю стоимость, это где-то примерно сколько? Тысяч пять. Мы заплатили 1300. В общем, мы с Юлей, как истинная Питер... Юля, истинные петербурженки, решили сходить в Секонд. Мы посмотрели очень много видосов с ТикТока, что там находят очень неплохие, даже отличные вещи. Брендированные. Ну вот, в общем, мы решили сходить в Вову и посмотреть, может, нам что-то удастся. Мы посмотрели пару лайфхаков и советов, как ходить в Секонд. Я думаю, что сегодня мы чё-нибудь докупим. Как ты считаешь, Юля? Я считаю, что мы сегодня ничего не найдём. Будь, ну? Зарамэн. Да. Поняли одну вещь, что тут надо искать, вот прям рыться и искать. Мы сейчас сходили только что в этот Секонд Хэнд, который называется Вова. Твои ощущения, Юля, аж прям перекоробило всё, давай. Мне не понравилось. Там, в общем, видимо, был недавно завоз, и очень много было народу, и там действительно нужно копаться, чтобы что-то найти. И запах, мне прям, знаешь, вот этот запах затхлый, старых вещей, которые давно лежали у бабушки, там тресоли, вот этот запах был. Когда ты всё перебираешь, ты прям чувствуешь грязь на руках, чьи-то вирусы, чьи-то микробы, прям, как будто сразу вымыть руки. Мы сразу сейчас, знаете, такие с антисаптиком, давай быстрее надо мыть. Ну, в самом-то случае, мы нашли Зара, МЧМДМ, там тоже было. Ну, там, знаете, вот нужен вот этот вот петербургский бомжатский стиль, такое настроение, атмосферу девочки там очень крутое пальто отхватили, на самом деле, молодцы. Ну, кстати, да, они прям так, виденственные было, нормальные. Ну, у них чуйка, понимаешь, у них чуйка. Здравствуйте. Здравствуйте. Что за чуйка? Вот такая чуйка на моду, понимаете? Не, не понимаю. Ну, вот так вот. А у вас есть чуйка на моду? Ну, вот филипплей, филипплей носит. А, у вас чуйка на моду? Ну, ладно. Моменты жизни. Так, у нас сегодня уже возникли проблемы. Сегодня у нас выходной день, а это значит, что мы должны куда-то идти культурно просвещаться. И, в общем, мы сегодня, пока долго собирались, пока поели, пока проснулись, время уже полчетвертого. Эрмитаж закрывается в шесть, кассы в пять, и мы не успеваем сегодня культурно просветиться. Что делать, я не знаю. Мы не доехали до Эрмитажа, мы пошли в кино. Мы ходили на кино. Как он назывался? Что-то же? Скандал. Фильм, вот, мне лично не особо скатил тебе. Мне очень понравилось. Вот объясни мне, чем он тебе понравился? Просто очень хороший сюжет. Ты просто... Там стоял рейтинг 18+, я думала, там какие-то сцены, не сцены, а там просто, знаешь... Фильм про домогательство, да? Ну, я думала, там будет сцена, я подумала, что там просто надо умными людьми ходить, типа, там думать, там столько имен, все это запоминать. Мне пришлось гуглить, вы знаете, я... А, 24-й? Я, как всегда... Я сейчас везде делаю телефон. Да потому что мне пришлось гуглить, я не понимаю, имена они там называют, но приходится это смотреть, кто че вообще. Она такая тупая, оказалось... Это 18+, фильм, мне пришлось думать, я вообще не думала думать. Раз, два, три, давай. Сука, сейчас я тебе полотенце поделаю. Короче, рассказ вам из Тритайм. Вот сейчас слышите вот эти звуки дрели? Они не постоянные, они у нас периодично все раз в несколько дней. Это наш любимый соседушка делает ремонт. Че это за люди? В общем, мы переехали, нам сказали, ну, вроде бы нормальные соседи, стены не супер тонкие, потому что, я так поняла, что есть картонные прям такие стены, что прям вообще прослушка прям 100%. Так вот, так как мы шумные ребята, ну, не могу сказать, что у нас прям полнейший кутёж, но мы громко, особенно я громко говорю, вы знаете, да? Особенно вечером, когда мы все дома, естественно, говариваем, и у нас есть соседка, которая постоянно долбит там вот так вот стену, хотя мы тут не кричим, не орем, можем смотреть просто телевизор на среднюю, даже такую громкость, ну, типа не сильно громко, и она начинает стучать нам, в стену, типа, мол, чего вы там шумите? И один раз Мария Петровна пошла по своим каким-то делам деловитым, и эта соседка открывает дверь, такая, вы тут живете? Мы такие, типа, да. Она такая, у нас маленький ребенок там, и начала вот эту лейку, шайку-лейку говорить, вот у нас маленький ребенок, и чего вы тут шумите? Я позвоню Рите, а мы даже не знаем, кто такая Рита. То есть она нам сказала, я Рите расскажу, что вы тут шумите? А у нас нашего арендодателя зовут не Рита, это вообще мужчина. Она такая, я Рите позвоню, и мы вот до сих пор не понимаем, кто такая Рита. У нас всякие сейчас приколы связаны с этой Ритой. Ну, так вот, она делает у нас, собственно, ремонт, это мадам, причем не каждый день сверлит, с какой-то периодичностью, и непонятно, то есть вот она только дрелит, непонятно что. А, да, забыла сказать, прикол этих соседей в том, что там живет, видимо, мать с ребенком, но прикол в том, что ребенок школьница, как мы узнали позже, и там есть бабулька, собственно, их, видимо, бабушка, и вот это как раз бабушка постоянно на нас что-то там бурчит. Остальным вообще плевать, кто тут живет. Моменты жизни. Девочки, сейчас просто шоканты, или приходят и говорят, знаете что? Ну, что я попала к ней в рекомендации в ТикТоке. Ну, я считаю, что это успех, это прорыв, девочки. Она настоящим ТикТокером стала, посмотри, она рот открывает, просто так и пишет текст. Еее, ТикТок чек! В общем, сейчас я быстро выложила видео, сделала его за два часа, и сегодня я иду на лекцию по экологии, которую будет вести Таша Тейл, за которой я очень давно слежу, читаю пасту, и я не знаю, слышат меня или нет, на самом деле. Ну вот, я сейчас опаздываю, как всегда. А, собственно, еще так далеко он находится, где-то непонятно где, я уже начинаю задаваться. Ну, короче, посмотрим, мне кажется, это будет очень интересная лекция. Вы только посмотрите, какая я, блин, красная. И потому что я бежала, это, оказывается, какой-то институт, где американцы, там различные студенты, иностранные учатся. Будет у вас низкий урожай в году, из-за остатков, из-за засухи, из-за чего угодно. Это повлияет на экономику. Спасибо большое. А вот мне интересует вопрос, на выли, как удобно? На выли. Вот. Ты участвовал, получается, в забастовке климатической, правильно, да? Можно, пожалуйста, поподробнее, как, то есть, надо куда-то заявку подать, или просто пришел на картоне отнеслика написал? Нет, ну, мало ли. Вот именно. Я не помню точно, было ли у нас такое, если даже были такие пикеты, как бы скажем так, то могут тебя в каталожку на 15 суток, вот ты сиди, планету там спасать. Я не помню. Во-первых, политика стран, в плане политической России и Германии, я была в Германии, они не очень отличаются. Что-то понимало, в вернее, сейчас лидируют партии «Зеленых», они переезжают в действующую партию, это партия, для которой основная политическая повестка это экология. Поэтому, когда в России идти на климатическую звездо, нужно быть очень осторожным и примерно всем этим риски. Ребята, я была на лекции, это просто пушка-бомба, что меня порадовало, порадовало то, что много людей были с многоразовыми вещами, с многоразовыми бутылочками, кружками, это суперкруто, а еще я сделала фотографию, вот она, получаете, и самый прикол, когда я ходила на знак равенства в августе, я там тоже, короче, слушала ее лекцию, но она была немножко про другое, так вот, она меня помнит, вот видите, вот, connect, связь, наконец-то Александр у нас уезжает, ну давай, Александр, до свидания, в добрый путь. Ты все будешь снимать, все на сайте? ну давай, давай, не томи меня, я прям не могу, ну давай, Александр, в добрый путь. Сало благус, ищеклер ябулар. Ну вот и закроешь. Да я, ради такого случая я закрою, давай, все. Адьес. Адьес амигам. Все, пока, адьес. давай, давай, пока, пока, давай, быстрее, пока, давай, пока. Моменты жизни. Давай историю, расскажи, что вчера пришло. Короче, вчера нашли фильм, какой-нибудь там, Смея по-быстрому, ну, Каменью, в общем. Да, Каменью нашли, а он, наук, за один рубль. А мы, как бы, через Дашину, вот, смотрели, а у нее там уже карты все, как бы, привязаны, все, как бы, все готово, все убить, а у тебя осталось просто нажать. Она начинает кричать, мне будет покупать за мной, нет, не буду. И тут Маша даже не спрашивает, просто пока они там что-то срали, Саша просто уберет, нажать, купить, применить, все, и мы. В общем, ситуация следующая. Мы с Юлей делаем мою домашнюю работу по-английскому, а прикол в том, что я английский, вообще не understand. Меня Юля, знаешь, ты же мне учил недавно, короче, мне Юля недавно учила петь английскую песню. Сейчас. Ну и вот, в общем, я ее выучила, с горем пополам, написала русскую транскрипцию, мне задали в УЗИ, сделал домашнее задание ответить на вопросы письменно из текста, а этот текст в PDF. Чтобы не подумать, что мы переводим через переводчик, что мы делаем? Расскажи, что мы делаем? Есть файл в PDF, то есть оттуда, чтобы не печатать руками, сидеть все полностью. Я уважаю труд Юли. Да, чтобы не печатать, переписывать одно и то же предложение по сто раз, мы просто перевели его в обычный формат, то есть, где можно скопировать. Да, мы скопируем и вставляем, то есть, то есть, что вопросы мы находим, вопрос, ответ. вопрос, ответ. И все, very good, good job. И находим answer in the text. И все, и good job сделано. Мы отправили Александра восвоять в Челнинские просторы и пошли праздновать красивый грузинский ресторан. Я пою про мечты сегодня. Знаешь, что ты сейчас зашла? Да, грузинский ресторан или французскую песню. Ты такая даже путешественная. Я не знаю, лингвистическая. Нет, ты спой, пожалуйста. prevent использования. Спасибо. До свидания. Спасибо. история дня. Мы поехали за Юлей, потому что она одна не хотела идти с Традеварс и покупать себе кхожанку. На нашей звонке она не отвечает, на ватсапе она не отвечает, в ВК она не отвечает. Мы пишем за ним, что она не делает. То есть мы одну татарку потеряли в Санкт-Петербурге. Почему все нормальные люди выходят как обычные люди, а Юля вышла как необычные люди? Она на зеленый ветер приехала. На зеленый? Ну, я больше... Юля, если ты смотришь в моментах жизни, я больше с тобой не пойду покупать тебе куртку. Вон она, я ее вижу. Ага. Ты нашли татарку в Санкт-Петербурге. Здравствуйте. Я с тобой больше не пойду никуда покупать. О, ты такая ротскирная. Давай. Амабич. Амабалас. Амабич. Амабич. Амабас. Ну, все, что? В общем, Балалар, сегодня у нас 27 число, и мы пошли с Марией Петровной делать этот мир чуточку чище и лучше. Спасать природу, так сказать. Понесли все наше вторсырье, которое копили не по сильным, вот, скажем так, Мария Петровна покажет трудом, на переработку. Но Мария Петровна не очень почему-то сильно рада. Почему, Маша? Мы копили это вторсырье. Я разделяю, но все, этого достаточно. Вот, видишь, первый шаг сделан. Сейчас мы делаем полтора шага. Сама погода нас благословила, чтобы мы с тобой сдали на вторсырье, Маша, а ты бухчишь. Че, как у тебя ощущения? Вот мы отнесли на вторсырье. Мы что сделали? Сейчас я вам покажу. Сделали этот мир. Лучший, в принципе, пользу. Ну, короче, ребятюшки, мы с дорогой нашей Юлианой, но не Караловой. Какая шутка, заметила? В общем, сегодня Юля решила немножечко убраться у себя в шкафах. Заразила меня и все вещи, которые мы уже не носим. Мы решили отвезти это все в спасибо и посмотреть, что там есть. Потому что сейчас, как я подписана на их инстаграм, написано, что у них там какая-то ликвидация, что-то пым-пым-пым, ля-ля-ля. Ну, короче, какая-то опять движуха. Между прочим, интересный инстаграм. Если вы из Питера, обязательно подпишитесь. Мы сейчас поедем на Чикалске же, да? На Чикалске, на Чикалске, спасибо. Поэтому отдадим, сделаем благое... Покажи. Отдадим благое дело, сделаем большой пакет. Окей, что же такое все-таки спасибо? Это сеть благотворительных магазинов, куда вы можете принести свои ненужные вещи. Если они непригодные для носки, то их отдают на переработку. А если эти вещи еще можно носить, то их отдают нуждающимся. То есть это различные фонды, люди, которые нуждаются в этом. Ну, а также какую-то часть дают на продажу. То есть по типу секонд-хенда. Ну, а самое главное, что большую часть своей выручки они дают благотворительным фондам, с которыми сотрудничают. Мерч этих фондов вы можете также купить в этом магазине. Также вы можете сдать свои вещи не только в этом магазине, но у них есть контейнеры по всему Питеру. Поэтому чекайте и обязательно сдавайте. И делайте добро. Добро накидай, да? Ну, все, карма теперь твоя чисто. Тебе берешь? Дай сюда. Что, смотри. Посуда? Ну, а посуда крутая. Ну, короче, сегодня мы шли обалденные. Нет, вот эти. Подожди, Вики, какой лучше? Покажи. Ага. Блин, я думаю, я его потом куплю. Есть еще белый такой. Белый. И там сзади этот, буль-буль. Мы с тобой будем русалкой. Ну, мне желтый больше нравится. У меня желтая куртка есть. Желтая в ходе. Все желтые. Что-то там откопала, показывай. Блин, прикольно. Или нога. Покажи, ну, покажи нормальную. Блин, очень круто. Мне серьезно прикольно. Еще тут такое дерево. Дерево желания. Какое тебе больше нравится? Мы пели на гороху и вот здесь на Чикалске. Какое больше тебе понравилось? Вот это. Вот это? А что тут больше понравилось? Тут? Да. Вот просто. Атмосфера. Ага. Я раздражаюсь. Мен раздражаюсь. А на самом деле, Саша, мы до аниме-коры пошли. У будильник не ищет мим. А на самом деле, у меня Даша Киллядя, это чей-будельник. Вот все на сегодня. Спасибо тебе большое за просмотр. Если тебе понравился этот видос, то можешь поставить свой лайк и подписаться на канал. Нам, между прочим, с пепочкой будет очень сильно приятно. Меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Рахмат Куровщин. Подписывайтесь. Я не забываю подписывайтесь. Ну, просто... Подписывайтесь на Дашу на канал. И пишите комментарии. Рахмат. Сова была вас.